Соборное послание святого апостола Якова. Первая глава, первый стих. Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцатиколенам находящимся в рассеянии, радоваться. Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля, и мы продолжаем неконтекстуальный разбор послания Якова. Давайте посмотрим, кому пишет апостол. Во-первых, он пишет иудеям. Во-вторых, он пишет не просто иудеям, а тем из них, которые живут не на родине, не в Палестине. Именно поэтому послание написано на безупречном греческом языке. При этом апостол Яков употребляет слово дюаспоре. Не просто эмигранты, не просто люди, которые поехали искать лучшие доли, или так сложились обстоятельства, что они живут где-нибудь там в Риме или Филиппах. Речь идет о насильственном переселении, рассеянии, изгнании, пленении. На момент написания послания миллионы иудеев уже жили за пределами Палестины, и они были туда изгнаны. Изгнаний или рассеяние было три. Иудейская диаспора сыграла огромную роль в распространении христианства. На тот момент, когда апостолы, ученики апостолов начали проповедническую деятельность, по всему известному на тот момент миру уже были синагоги, где собирались люди для изучения Торы, изучали Танах, молились. И это были сообщества людей, которые очень четко понимали идею мессианства, искупления. И на эту благодатную почву легко ложилась благая весть о мессии, который искупил свой народ от грехов, принеся себя в жертву, отдав собственную жизнь в искупление избранных людей. Это стало причиной того, что в большей части благовестия начиналось в синагогах. Это было в Филиппах и так далее, в многих местах. Было три волны рассеяния. Первое переселение было ассирийским пленом, когда ассирийцы захватили северное царство со столицей в Самаре. Это описано в 4 книге Царств 17 главе и 5 главе 1 книги Пару Тюмину. Именно тогда в плен было захвачено практически все население Израиля и пропали знаменитые пропажи десяти колен израилевых, которые уже никогда не вернулись в Палестину и на сегодняшний день считаются потерянными. Второе переселение произошло в 580 году до Рождества Христова, когда вавилоняне захватили Южное Царство со столицей в городе Иерусалим. Они увели очень многих людей в вавилонский плен, начав с самых знатных, самых богатых людей, отобрав их имущество, а самих их сделав рабами. Вавилонии иудеи вели себя достаточно независимо. Они упорно отказывались ассимилироваться и продолжали проводить синагогальное служение, встречаться, разбирать Тору, читать ее, передавать это своим детям. Их поселили в городах Нехареда и Небисис. Именно в вавилоне начало расцветать раввинистическое учение. Там был создан вавилонский талмуд, обширнейшее 60-томное изложение иудейского закона. Именно там появляется партия фарисеев, именно там рождается синагогальное служение. В отсутствии жертвоприношений чтение Торы приравнивается к жертве. Именно там появляется тот образ иудаизма, который мы с вами можем наблюдать сегодня. Иосиф Флавий написал иудейские войны первоначально не на греческом языке, но на арамейском, поскольку предназначалась эта книга для ученых вавилоне. Он пишет, что иудеи добились такой власти и такого влияния в Месопотамии, что две провинции находились под полным контролем евреев. Этими провинциями управляли два знатных иудея – Осидей и Анилей. Подошедшим до нас сведениям после смерти Осидея, в провинции, которой он руководил, было вырезано более 500 тысяч евреев. Третье насильственное переселение иудеев было римским. Помпей в 1963 году до Рождества Христова взял Иерусалим и очень многих перевез в центр Римской империи, сделав их рабами. Приверженность иудейскому обрядовому закону, упорное соблюдение субботы очень сильно затрудняло их использование в качестве рабской тяжелой силы. И потому большинство из них рано или поздно были отпущены на свободу. Таким образом, следование закону, почитание своих религиозных традиций привело к тому, что иудейское рабство в Риме очень быстро прекратилось, примерно в течение 20-30 лет. Большая часть евреев, плененных Помпеем, стали свободными. Иудеи поселились в особом квартале в Риме, на дальнем берегу Тибра и вскоре уже очень серьезно процветали, ведя торговлю по всему городу. Римский историк Диокассий говорит о них так. Их часто принижали, но они тем не менее окрепли и даже добились права свободно отправлять свои обряды. Большим покровителем иудеев был Гай Юлий Цезарь. После его убийства огромная толпа иудеев собрались на его могиле и устроили очень еврейский плач, поминки, которые запомнились Риму. И многие римские историки описывали это. В 19-м году по Рождеству Христову иудеев изгоняют из Рима, обвинив в ограблении знатной римлянки Празелитки, которой было обещано, что все имущество пойдет как пожертвование на храм в Иерусалиме. 4 тысячи иудеев примерно в это же время были взяты в римскую армию для борьбы с разбойниками на острове Сардини. Но буквально через несколько месяцев их вернули назад. Когда палестинские иудеи послали в Рим делегацию с жалобой на правящего тогда Архилая, к ним присоединилось более 8 тысяч местных римских иудеев. Римская литература полноязвительных, желчных, злобных высказываний в адрес римских иудеев. Когда кто-то говорит, что антисемитизм это недавнее изобретение, вам стоит почитать римских авторов времен Христа и немного позже, и увидите, что он уже тогда процветал достаточно широко. Очень многие иудеи, которые уже не одно поколение жили в языческой диаспоре, не говорили на родном языке. Историки, особенно иудейские, свидетельствуют о том, что многие сподвижники из различных партий, особенно из фарисейской, прилагали огромное усилие для того, чтобы молодежь учила родной язык. Иврит считался языком религиозного общения, Священное Писание читалось в синагогах, но молодежь в основном общалась на греческом, зарождавшейся, укоренявшейся на тот момент латыни, и не знала родного языка, к великому сожалению. Именно поэтому Яков пишет на греческом языке свое послание. Пишет на хорошем, литературном, очень красивом, и, как считают многие, неподобающие правильном греческом языке. Но мне кажется, обращаясь ко всей церкви, обращаясь к тем людям, которые читают греческую литературу, это вполне обоснованно. Именно таким людям Яков адресует свое послание. По большому счету, послание Якова является первым евангелизационным посланием, первой в истории церкви евангелизационной брошюры. Как вы считаете, должны ли мы искать лучшие жизни вне собственной страны? И насколько мы должны противодействовать неверным действиям государственной власти? Субтитры создавал DimaTorzok